Всем доброго дня! Смотрите, какой здоровый наш гриль-бар! День же дня подойдет, я задал. Павел Павлович, спасибо вам! Хочу небольшую тему рассказать. Вчера многие и в личку и так писали, почему. В чем проблема? Полимерно-порошковая покраска отсваивается от каркаса. Причина одна. То есть, это черный металл. То есть, их несколько причин. Черный металл, плохая подготовка, на ржавчину и так далее. В основном, в свое время, болели такой проблемой большие предприятия, где на широкую ногу, то есть, на объем поставлено было. На большое производство. И потоком шло все. Вот даже смотрите, обратите внимание, у меня теплица, лично это первая легенда, под стекло практически, которую пятый год уже, или шестой. Она сделана, труба, это 40 на 40. Без каких-либо усилителей, просто, видите, угол проварен. 2 миллиметра толщиной, черная труба с госрезерва. Помню, мы ее взяли по какой-то цене заоблачной. Ну, в другой сторону. Но, она была, естественно, лежала, ее приходилось чистить. Так вот, мы ее чистили. Как вы обратите внимание, пятый год, и нет нигде ржавчины. Да, я как раз обращу внимание. Вот что, когда не закрываете соты. Видите, какой у меня листик здесь. Это экспериментировал, с форточкой плюнуло. Надо просто поменять и ставить профиль торцевой и защиту. Хотя, она везде стоит. То есть, а тут сверху нет. Снял. Все, если только повреждения. Почему дальше? Почему мы отказались от черного металла? Большая трудоемкость. Зачистки и подготовки металла, чтобы он дольше служил. Потому, что при неправильном монтаже, подготовке, он все равно начинает краску отсваивать. То есть, видите, мы когда красим по сторонним организациям, как видите, у нас полимерно-порошковая камера загружена 24 часа в сутки и 365 дней в году. Мы не даем гарантии, как на цинк или алюминий. Даже с алюминием может произойти освоение краски, если плохо подготовлена поверхность. С оцинкованным профилем намного проще. Его обезжирил, все. Гладкая, ровненькая поверхность, без ржавчины, без ничего. Просто хорошо обработать. С черным металлом так не получится. Его надо механически зачищать. И то, бывает, что если это горячка, почему мебельщики применяют, например, холоднокатанный металл? Потому, что он не газует так образно. Горячка газует. В большинстве тепличек применяют горячий катанный металл, потому, что он дешевле намного, чем холодняк. И поэтому с ним труднее намного. Потому, что идут толщины. 2, 1,5-2 миллиметра. Но большинство тепличников сидит на горячке и красит их эмали. Но сейчас, в последние годы, все практически перешли на цинк. Но там идет опять минус. Цинк со временем окисляется. Шов ржавеет. И они используют, так как цена цинка на рынке в среднем от 150 до 170 тысяч за тонну в этом году подскочил. Они используют 0,7-0,8 толщину металла. То есть тонкостенную трубу. Вот даже пластины. Видите, вот этот цинк. Видите, он откровался немножко. Это и то, когда цепляли, вешали на системе. Поэтому, если правильно все подготовить и покрасить правильно, еще зависит много от краски, которую используем. Мы используем не Акем. Не Акем, а Акзонобель. Два ведущих, грубо говоря, в России, которые качественные краски. Акзонобель используем. Очень качественная краска. 80-17. Поэтому обращайтесь к нам. Мы вам все расскажем. Птенки у меня прибрались здесь в теплицах. Сидиратов каких-то насадились. Вымыли все. Помыли. Прибрались. Краску-то бетону покрасил. Бетон залил здесь. Решил с плиткой, как он там не мучится. Видите? Трабовать. Здесь положил пеноплек, залил бетоном. Но немножечко красочка оболупилась. На второй слой еще шпателем попробовать ее подковырять. Который отстанет, который не встанет. И покрасить по бетону какой-нибудь краской. У меня там есть банка. Не успел в этом сезоне, если честно. Или даже осень я красил, что она как-нибудь поморозит. А летом, сами знаете, здесь все растет некогда. Так вот. Системы все всякие тут делают. Тут еще стоит база, крышка старого типа, без резиночек. Все идеально, все отлично.